Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. На заседании 30 апреля Центробанк, скорее всего, примет решение о снижении ключевой ставки. Предположительно, ее снизят до 12%. Сейчас она составляет 14%. Участники рынка и эксперты считают, что регулятор стал уделять больше внимания перспективам экономического роста и заморозки кредитования на фоне высоких ставок, нежели угрозам раскручивания инфляции. Между тем, кредитование в стране практически разрушено. При жутких процентных ставках и требованиях о страховании всего, что только возможно, кредит становится катастрофически невыгодным для населения. Кстати, о населении. По статистике, оно уже и так завязло в кредитах так, что никаким буксиром не вытащить. По итогам первого квартала 2015 года российские автовладельцы приобрели порядка 8,5 миллионов полисов ОСАГО. И это на 1,5% меньше, чем в прошлом году, сообщает агентство Автостад. По мнению представителей Российского союза автостраховщиков, уменьшение количества приобретенных полисов ОСАГО связано с экономической ситуацией в стране. Но почему-то ВРСА не обращает внимания на зверские цены, по которым теперь продают полисы. И, кстати, навязывание побочных продуктов тоже никуда не делось. В свете происходящего очень интересна позиция РСА, которая в упор не видит нарушения, и позиция правительства, которая допустила такой бардак в автостраховании. Европейские турагентства назвали Прагу самым дешевым направлением для отдыха. Столица Чехии обогнала Будапешт, Кейптаун, Токио и Ниццу. Рейтинг выстраивался путем сравнения цен по 8 пунктам, включая такие траты, как ужин на двоих, напитки и солнцезащитный крем. Отметим, что на первое место Праге помогли выйти в первую очередь низкие цены на продукты питания. Но насчет дешевизна всего я бы не стал утверждать. Но то, что город очень приятный, подтверждаю. Российский фондовый рынок открылся во вторник без единой динамики. Индекс РТС опустился, индекс ММВБ подрос до отметки 1678 пунктов. Среди лидеров роста бумаги Северстали, НЛ Россия, МВидео и Русала. Лидеры падения – акции Мечила, Эон Россия, Россетей и ОГК-2. Рост на российском рынке происходит на фоне негативного закрытия торговых площадок США, а также снижения фьючерса S&P. Курс доллара на 28 апреля – 51 рубль 46 копеек. Курс евро – 55 рублей 87 копеек. Золото стоит 1957 рублей за грамм. Серебро стоит 26 рублей 21 копейку за грамм. Цена нефти марки Brent 64 доллара 30 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.